Этот «Ситроен» был круче любых «Мерседесов» и «БМВ», он едва не уничтожил конкурентов, но в итоге пал жертвой собственной смелости. Это был мятеж, прошло больше десяти лет с тех пор, как в 1976 году обанкротившийся «Ситроен» перешел под контроль рационалистов из «Пежо». Больше десяти лет вытравливания творчества, нон-конформизма и здорового, иногда нет автомобильного безумия. Следующий большой «Ситро» вообще не должен был появиться на свет, божественный DS и авангардный CX рисковали остаться без наследника. Но инженеры взялись за разработку втайне от руководства, а когда все вскрылось, останавливаться было уже поздно. АК появился КСМ, итальянцы из ателье Боттоуни нарисовали граненый кузов в стиле космического перехватчика, и можно было бы сказать, что в 1989 году эта идея была уже не слишком актуальной, ведь пик космомоды пришелся на конец 70-х. Но какая разница, если на фоне унылых современников лифтбек все равно выглядел ультрафутуристично. И да, он был именно лифтбеком, «Ситроеновцы» исторически испытывали острую аллергию на седаны, и никакие «так принято», и «так надо», переубедить их не могли. Хотя в некотором смысле это все-таки был и седан, багажник отделен от салона дополнительным 13-м, откидным стеклом, которое призвано защищать пассажиров, скажем, от холодного воздуха с улицы. Причем пассажиры в «Ситроен КСМ» издели знатные, включая французских президентов Франсу Амитерана и Жака Ширака. Потому и упакован интерьер был по полной программе. Подогрев задних сидений, электроприводы всего и вся, включая зеркало, автоматический климат-контроль, сейчас этим никого не удивить. Но в 1989 году «Ситроен» оснастил свою топ-модель практически всем, что вообще было доступно. А как вам электрическая регулировка центрального подлокотника? Такого решения не было в мировом автопроменида, ни после, машина, побывавшая у нас на тесте, уже рестайлинговая, и ее интерьер совсем не так смел, как внешность, если не сказать скучен. Но великолепные кожи и деревянные вставки с открытой текстурой, никакого лака, выглядят без преувеличения роскошно и дарят удивительное ощущение качества жизни, которое КСМ поддерживает и на ходу. Ведь уверенность, которую дарит этот «Ситроен» на высоких скоростях, иначе как волшебной не назвать, причем качество асфальта под колесами не имеет никакого значения. Секрет – фирменной гидропневматической подвески. Она появилась еще в середине 50-х на модели DS, но с тех пор никто в мире так и не смог ее воспроизвести, а компания Rolls-Royce в итоге махнула рукой и просто купила лицензию у «Ситроен». Причем здесь система уже адаптивная, с датчиками, считывающими параметры движения, и электронным мозгом, который автоматически регулирует жесткость. В 1989 году. Говорить о плавности хода тут даже как-то неловко, скорее нужно придумать термин «гладкость полета». Кажется, КСМ и правда почти левитирует, едва касаясь Земли, вибраций нет не только на сидениях, но и на руле, который здесь тоже не такой, как у всех. Система называется «Двайрови», и это часть общего гидравлического контура, в который входят и подвеска, и тормоза. По сути, прямой связи с колесами нет, вы просто даете команду гидравлике, а она уже взаимодействует с рейкой. Отсюда, полное отсутствие неприятных ударов, впрочем, как и традиционной обратной связи. Кажется, это должно жутко мешать в поворотах, но нет, рулю КСМ весьма острой, отзывается на него машина быстрая и азартно, и при этом совершенно не пугает. С ростом скорости невесомая «баранка» наливается, буквально, гидравлика же фоновым усилием, а в виражах оказывается, что информативность в классическом ее понимании, в общем-то, и не требуется для уверенности и понимания всего, что происходит с машиной. Магия, как она есть. Ситроен КСМ вообще едет настолько не похоже на обычные автомобили, что трудно отделаться от мысли, будто и придумали его где-то не здесь. Словно еще во времена Диас французы заключили сделку с дьяволом, и откуда-то из другого измерения на них просто свалилась пачка с чертежами. Запас неординарности оказался таков, что и через 30, и через 40 лет машины на гидропневматике в корне отличались от конкурентов, и во многом их превосходили. Так что же произошло, почему в 90-е КСМ не стер соперников в порошок? Знаете, он даже начал, лифтбек сходу получает титул автомобиля года, а продажи в 1990-м превышают 100 тысяч экземпляров, соизмеримо с BMW i34 и Mercedes-Benz W124. Но именно в это время вылезает огромное количество проблем с электрикой и электроникой, и репутация Ситроена обрушивается в пропасть. КСМ продолжит выпускаться аж до 2000-го года, но суммарный тираж составит всего 300 тысяч машин, а его идейный наследник, странноватый Си-6 задержится с дебютом до середины 2000-х, и окажется вообще никому не нужен. Гидропневматическая подвеска продержится на модели Си-5 еще десяток лет, но и от нее Ситроен в итоге откажется, слишком, мол, дорого. Грустный итог. Сложно спорить. Тем более, что до наших дней сохранилось да так и много, иксэмов. Тем более в топовых версиях, обслуживать всю эту сложнейшую технику дорого, трудно и накладно. Зато можно с уверенностью утверждать, что через пару десятков лет этот Ситроен будет интересным и ценным коллекционным экземпляром, и познакомиться с грядущей легендой уже сейчас большая честь. А заглянуть в будущее, это очень по-ситроеновски, верно? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваше мнение в комментариях.